Усим привет! Всем привет! Вышла в свет книга роман века идиот. Ой, какой у нас век сегодня? Нет, 21 век. Книга века патриот вышла в мире на обложке, которой красуется явно неадекватный и умственно отсталый пассажир, который сначала в самолете в одном был отравлен, вернее в самолете у него приступ начался, еле спасли в Германии, но он снова взял билет на самолет, хряпнул водочкой со своей женушкой и поехал доотравляться, что называется политической борьбой и геройством, а не идиотизмом, не глупостью и умственной отсталостью, как это на самом деле следует называть. Я удивляюсь, конечно же, западные журналисты, беря интервью, не задают вопрос, а вы проверялись вообще у психолога, у психиатра, может какие-то простые еще вопросы задать, о любви к кошечкам, собачкам у Навальной, почему кошечку она бы не кинула, например, в печку, а мужа своего Путину на съедение отдала спокойно и так далее. Я тут вижу абсолютную именно психическую неадекватность, я анализировал это разными способами, с людьми советовался, может такое быть, все говорят, что нормальных людей не может, но это даже на уровне инстинктов, а тут, пожалуйста, нате. Но я не о них сейчас и даже не о секте Навальнистов, Навального, которая на наши глаза создается, уже Библия есть, видите, гибрид Библии и Евангелии, все так сжато, нормально. Сборник пустых высокопарных фраз, путешественников, добровольного путешественника в ад, лауреата премии Дарвина, вот какую премию ему надо давать, а не Нобелевскую, и пусть его вдовушка получит, соучастница этого приключения по утилизации мужа. Читать ее, конечно, не буду, у меня достаточно нет нескольких цветов, я знаю, что там будет пафос, но все, что нужно для регулиозной литературы. Пафос, такая метафоричность, якобы, такая, ну, для таких, как бы сказать, не очень развитых персонажей, нам такие метафоры не зайдут, но для них вполне. Они там вот охусть вздыхают, им Навальный снится уже, а тебе еще не снился Навальный? Нет, ничего, обязательно приснится, будет просветление, пишут друг другу. В соцсетях у них один Навальный, в общем, они вместе с ним такое впечатление, что были отравлены и в могилу, вели только еще шевелиться и что-то бормочет. Ну, окей, этому мертвому обществу мы не врачи, я о том, как вообще, как идет этот маркетинг. Значит, книжка «Патриот», как и завещал Навальный в связи с его отравлением, наверное, ради этого все и было, такой маркетинговый ход, раскупается неплохо, дураков в мире много, будет приведена на разные языки, 29 или 25 она долларов стоит, все раскупают, грионские звезды идут, несут их там в руках, все это фотографии завалено, на лавочке имени Навального скоро будут навалены этих Навальных книжек, будут там акции устраивать, продавать, значит, эти иконки свои, они выпускают же иконки, вы знаете, это не только футболки, но и такие какие-то календарики, бумажечки, в общем, полный-полный цикл обслуживаний для идиотов. За ваши деньги вспоминаются там персонажи Ильфа Петрова и так далее, ну да бог с ними, как бы на дурака не нужен нож, как мы знаем, только попроси ей сдать куда-нибудь свой бедный грош. Вот, денег много, жизнь удалась, все такое, вот, но, значит, меня больше интересует другая тенденция, меня интересует тенденция, когда пытаются, вот этот культ для, условно говоря, для таких поверхностных людей западных, они поплачут, там, положат бог с ними, я о том, что на Западе создается культ среди интеллектуалов, среди людей, которые являются представительными власти, конгрессменами, парламентариями, политическими обозревателями, влиятельными фигурами, им закладывается в голову мифический Навальный, не настоящий, не тот, который был, а тот, который написан в этом Евангелии. Евангелиевич тоже там переписывали много раз, когда кому надо было, я прошу прощения, религиозных людей, да их много там разных, будем считать, что я говорю про апокрифы, там, бог с ним. Вот, и, значит, они нарисовали такую картинку, такую иконку с нимбом. Никто не вспоминает, что на самом деле Навальный обычный русский фашист, ничем не отличающийся от любых европейских ультраправых, только хуже, потому что русский фашизм всегда самый грязный, самый мерзкий, самый тошнотворный. Все его сторонники, сторонники оккупации Крыма, никто не извинился. Его не бутерброд после оккупации Крыма привел к полномасштабной войне, которую он, типа, уже был против, но как-то уже было поздно, знаете, уже, знаете, как в анекдоте, говорит, а где партизаны, вот там, говорит, ой, как-то неудобно перед партизанами, да. Так вот, никто не собирается в Украине прощать Навальному, ни депортированных из Крыма, ни убитых, ни похищенных, ни зверств в Донбассе и так далее, и которые он тоже проглотил. Все было зашибись и хорошо. Рейх продолжал готовиться к большой войне. Навальный играет в свои игры с ФСБ и своими адептами и так далее. Что-то пошло не так, он разонравился, перестал быть нужным. Раз-раз, не понял, еще раз приехал, готов, да. Но теперь нужен культ. Нужен культ для сохранения Рейха в будущем. И культ этот, сведомо, чипи, сведомо, сознательно или несознательно, за деньги или бесплатно, создают твильтолет и бараны. То ли какие-то товарищи под кураторством ФСБ. И вот, значит, книга называется «Патриоты». Кстати, очень хороший текст написал в Телеграме Игорь Эйдман. Зайди, подпишитесь на него «Эйдман Ньюз». Канал я его всегда читаю и с удовольствием цитирую. Он очень цельный и честный человек. Он написал, что это огромная ошибка назвать Навального патриотом, книгу его назвать «Патриот». Потому что для русский патриотизм опошлен. Он уже давно равен фашизму. И эти патриоты, которые там, в Рейхе, они никогда его не будут считать патриотом, а всегда будут считать предателем. А для Запада вот это, то, что он патриот, то, что российский флаг, значит, в который давно уже пора просто как опозоренный и окоричневленный выкинуть, значит, они будут нести дальше. И будут нести дальше знамя русского патриотизма, который потом все равно превратится в фашизм. И если бы Навальный был жив и пришел к власти, он все равно закончил бы фашизмом, потому что он убежден в этом, он убежден в превосходстве русских. Он много раз это говорил, он много раз в своих твитах решал судьбу народов, соседних стран, унижал совершенно разных людей по социальному принципу, признаку. Делал это совершенно не в детско-юношеском возрасте, а в зрелом политическом возрасте и публично. И никуда это не пропало, и все это мы помним. Этого, конечно, нет в этой книге. Даже искать не буду. Это все к тому, что Навального натягивают на глобус, делают из него всемирного такого, не знаю, Манделу. Но Мандела все-таки победил, а не добровольно отказался от жизни. У них условия разные были. Я просто говорю о том, что Мандела боролся, этот поехал помирать за Родину. Или на что он надеялся и так далее. То есть это абсолютно неуспешный кейс политический. Его продают как успешный. То есть все на выбор. То есть, грубо говоря, команду из ниши лиги, которая проигрывает там баскетбол 0-90, выдают за чемпиона. Казалось бы, это невозможно. Но это возможно. И создавать культ, если умышленно умалчивать одно, и не умалчивать другое, и продвигать другое. Если бы этим голливудским звездам, которые аплодировали его жене, если бы я вышел на сцену, например, или кто-то другой, и процитировал просто Навального, показал его цитаты с титрами, с переводом о Грузии, о Крыме, о людях других национальностей, да никто бы это в ту тетку не дал. Но никто же туда нормальных людей не выпустит, никто нормальной информации к ходу не даст. А вот этого фейкового Навального продавать за милую душу, патриот, он созвучно просто действительно с идиотом, и очень похоже лексически. Тут я единственное, что не соглашусь с Игорем, который защищает репутацию Навального, говорит, русский патриотизм и патриоты – это как его оскорбление. Я тут с Игорем не согласен, я ему это лично сказал и могу публично сказать, я считаю, что не надо никому восстанавливать репутацию Навального. Он ее при жизни растратил сам. То, что он добровольно пошел и умер, был убит и так далее, это никак ничего не отменяет, не делает его святым. Но если это не религия, если это религия, то тогда окей. А так это натяжка на глобус. Он был, есть и был бы убежденным русским фашистом, чтобы про него не врали его соратники, чтобы не себе выдумывали американские прекраснодушные политики, всякие политологи, президенты, премьер-министры. Они даже не удосужились почитать его цитатник. Они просто не хотят знать, кто он такой. Им подносят икону, они эту икону целуют и ставят себе на стол. Понимаете? Это очень опасно. Это ужасно. Потому что в информационный век создавать такие фейки, оказывается, можно. Оказывается, можно заставить людей ничем не интересоваться, а просто лизать иконы. И мы еще удивляемся каким-то неграмотным людям, племенам, которых идолы и так далее. Извините. Вот взрослая, лучшая элита политическая, общественно-политическая Европа и Америки на коленях стоит перед иконой и не хочет видеть ничего реального. То есть, нам ничего не надо. Вот нам тут сказали, что он патриот, что он демократ, он ни разу не был демократом, он абсолютно такого фашистского типа, фюрерского типа лидера. Это все знают о его окружении, все знают прекрасно. Он терпеть не мог ни другого мнения, он терпеть не мог ни других лидеров, он никогда ни с кем не мог договориться. Он фюрер. Просто один фюрер, просто старый фюрер убил молодого. Так бывает в дикой природе. А это абсолютно дикая, неокученная совестью, эмпатии природа, в которой Навальный собирался победить. Но это его опять дело. Наше дело раскрывать фейки и говорить правду. Пожалуйста, пишите ваши комментарии. Мне интересно ваше мнение. Говорите, что вы об этом думаете. Давайте эти мысли о том, что Запад ест фуфло, извините, что ему толкают пустышку, что ему продают не того Навального, что он натягивает на глобус абсолютно какого-то сказочного персонажа, а не того, кем он был на самом деле абсолютно нехорошим человеком. И абсолютно недемократичным, абсолютно нетолерантным, и абсолютно несовременным. Вот он вроде молодой, а на самом деле там политическое убеждение каких-то, я не знаю, 40-х годов европейских, вот того спектра фашистского. Но я не уверен, что, конечно, это видео раскроет всем глаза, но все равно поширите его и нарративы, которые тут есть на языках разных народов мира. Добавляйте в комментарии, пишите, что это неправда, что он не святой. Не потому, что там надо плевать ему в могилу, бог с ним, вот, а к тому, что под его личиной, под вот этим баннером с его лицом, Запад идет обманывать целая куча шушеры, Карамурза, сама Навальная, Яшин, дальше там их полк еще, Волковы всякие там, всякие, ну и дальше я не буду фамилии называть, они там друг с другом не ладят, но все они не ладят с правдой. И они все нам, естественно, враги, враги Украины, потому что они обманывают относительно России и Запада. Из-за этого Запад принимает неправильные решения относительно помощи Украины и относительно степени давления военного и политического, и санкционного на Россию. Они являются тем амортизатором, той прокладкой, которая должна спасти Реях при любых обстоятельствах. Вот, мы это не забываем, именно поэтому мы о них говорим. Для меня они никакого интереса не представляют, я про них все знаю, и говорить о них мне было бы неинтересно, если бы не это важнейшее обстоятельство, это интерес Украины. Дякую вам за все, за донаты, за спонсорство, за вашу допомогу в Бутике и инший способ. До новых встреч.